Иногда в летнее время бывают такие ситуации, когда погода меняется буквально за секунды. Только слетело солнце, а уже небо потемнело и начался проливной дождь. Особую опасность такие природные явления представляют для водителей на загородных трассах. К примеру, на видео вы видите один из таких случаев, с которым я на днях столкнулся в Татарстане при проезде по трассе Казань-Оренбург. Обратите внимание, трасса пока еще сухая, однако в паре сотен метров уже видно, что дождь идет, что называется, стеной. Сквозь него даже не видно горизонт. И действительно, буквально через несколько секунд на трассе дождь начинает лить, как из ведра. Видимо, снижается настолько, что безопасная скорость движения становится менее 40 км в час. Самое безопасное решение в такой ситуации – съехать с трассы и пережидать ливень. Причем лучше делать это не на обочине, а съехав с трассы подальше, на территорию ближайшей заправки, на местную дорогу и тому подобное. Остановка в условиях такой видимости на обочине может привести к тому, что у вас может въехать водитель, который едет сзади и потерял ориентацию в пространстве. Обычно такой проливной дождь идет буквально несколько минут. Переждав его, вы сможете безопасно продолжить свое движение. Если же мощный ливень уже начался, а возможности съехать с трассы нет, снижайте скорость до минимальной, при которой будет хотя бы какая-то видимость. Включите передние и задние противотуманные фары, а также аварийную световую сигнализацию. Так вас будет максимально видно в пелене дождя. Если видимость упала до нуля, берите правее и плавно остановитесь на обочине, не прибегая к резкому торможению. Это в любом случае будет безопаснее, чем в условиях нулевой видимости оказаться на встречной полосе. Когда интенсивность дождя спадет, не торопитесь сразу сильно разгоняться. Просушите тормозные колодки, несколько раз плавно нажав на тормоз. Кроме того, из-за такого проливного дождя трасса оказывается буквально за минуты залита водой, особенно в низинных местах и там, где на асфальте есть колея. Поэтому на большой скорости высок риск аквапланирования, когда вода не успевает покинуть пятно контакта колеса с дорогой и автомобиль неожиданно теряет управление.